Ава, с вами Юлик, смотрим Эта Жизнь, первый ролик называется Я увел девушку моего друга, ужасно, еще как ужасно Привет, я Эмот, однажды я влюбился в девушку и... Ой, посмотрите, мне грустно, я конченая мразь, но мне грустно Сейчас я вам расскажу историю, как я трахнул девушку своего друга Но блин, у меня такой грустный голос, может вы мне посочувствуете? Блять А вот ты, что ты, блять, мразь, из-за тебя я, блять, в ноутбок свой плюнул, пидарас Пидарас ты, Эмот, блять, мне теперь сидеть, вытирать Чувства разрушены, многое в моей жизни, если честно Не надо, блять, борцовую кость разрушить Из-за него я увел Есть такая кость? Нету? Если нету, то сделайте и расломайте ему У меня был лучший друг Патрик Мы дружили с самого детства Он был моим лучшим другом, но недостаточно лучшим, чтобы я не увел его девушку, понимаете? В мире 7 миллиардов человек И я волен выбирать любого, попытаться построить с ним отношения, но У них все так хорошо было, что я решил им все испортить Представить человека более отзывчивого, чем он Ты не заслуживаешь таких друзей? Лили Лили шлюха, наверное Мы проводили вместе много времени, и нам всегда было весело Хотя иногда мне было немного не по себе Так не гулял бы с ними, завел бы себе девушку В чем твоя проблема? В том, что ты с людьми не умеешь общаться И что, как вы думаете, произошло? Да Лили начала нравиться мне все сильнее Я влюбился в нее Ты что, блядь, собака? Вот если закрыть двух собак в комнате, в период течки, они поебутся Ну, собака и пес Ты пес, ты собака Ты не умеешь себя контролировать, ты не понимаешь, что это за человек Э, ну, типа у моего кореша телка появилась, вообще мы все гуляли Я никогда телок не видел, блядь, за руку не держался Вообще не знаю, как женщина выглядит И типа я такой смотрю, блядь, наверное Это одна баба на весь свет, и я, блядь, влюбился в нее Такая, блядь, ну честно же, блядь, душа моя на распашку Паш, я сейчас опять хотел плюнуть, но я задержался Что значит? Ну, я влюбился в нее Ты тупой, что ли? Ты тупой, что ли? Ты, сука, тупой, Эмми Эмми, почему ты вынуждаешь меня быть таким злым? Я вот сижу, я развлекать людей хочу, а не злиться Поставь лайк, если развлекаешься, когда вот смотришь Ставь лайк, пиши комментарий Пиши, развлекаюсь, очень, вообще, все нравится, Юля Я пытался найти возможность побыть с ней наедине Может быть, ты попытался бы найти возможность побыть с собой наедине Подрачил бы и успокоился Давалась лишь минутка, например, если Патрик уходил в магазин Это не магазин, он работал Хватит нам врать, Эмми Ты уже, как бы, сделал много плохих вещей Будь хотя бы в своем покаянии честен Мне должно было быть стыдно Но есть причина, почему я этого не чувствую Потому что у тебя нет души, ты животное Патрик всегда бессовестно флиртовал с другими девушками и рассказывал об этом Ой, да кому ты пиздишь? Кому ты, вот чё ты себя, блядь, выгораживаешь? Каждый раз, когда он видел симпатичную девчонку, то отмечал это или пытался заигрывать с ней Как он смеет? Он вообще, как он смеет с другими девушками говорить вообще? И я вот поэтому, короче, его тёлку напоил клопелином и трахнул Короче, она забеременела Сейчас он воспитывает моего ребёнка вот такой, а кончишься Злился из-за этого, ведь у него было потрясающе Даже если он так сделал, эта сука никак не касается Эммета И в их отношениях никто В отношениях есть два человека И для Эммета там места нет Для Эммета место, блядь, в бетонном тазике ногами Стоящая девушка, но он постоянно смотрел на других Точнее, я не злился Если быть честным, даже радовался Ведь если бы Патрик и Лиля расстались Это был бы шанс для меня Вместо того, чтобы предложить Как мне сопереживать этому персонажу? Это, ну, не просто же так делается Это всё рисуется, чтобы вот 25 тысяч лайков Это рисуется всё не просто так Чтобы какую-то историю рассказать Чтобы стало интересно, чтобы можно было сопереживать главному герою Я не хочу сопереживать главному герою Я хочу харкнуть главному герою в лицо И я харкнул главному герою в лицо Конечно, через свой экран-монитор А я вот так сейчас Хотите плюнуть мне в лицо? Плюйте прямо сейчас в монитор-экран Вот так вот У вас таких немного, конечно Перестать так делать Я только поощрял его поведение Надеясь, что оно приведёт к расставанию Да какой ты друг? Ты залупа, а не друг Ты гной, блядь Ты гной на ботинках грязных Тебя нужно счистить и смыть в канализацию Каждый раз, когда он заигрывал с кем-то Я говорил, что он точно нравится этой девушке Я надеялся, что в какой-то момент Лили это заметит Или прочитает его сообщение Но она была хорошим человеком Доверяла Патрику И никогда не стала бы думать о нём плохо Так что Я наконец решил сам ей всё Ты, сука, не лезь в чужие отношения Он может потом приходит домой Рассказывает всё этой Лиле Она разбуждается, а не сексом занимается Может у них такие странные отношения Может она хочет тройничок с девушкой И он ищет эту девушку А ты тут, блядь, лезешь со своими советами Лили может думать, что ты девушка Потому что не видит в тебе мужчину И думает, что ты можешь стать третьим И поэтому только общается с тобой На вечеринке Ему понравилась одна девчонка И он размышлял Стоит ли ему с ней поболтать А я начал его подначивать Он говорил с ней минут десять Она много смеялась И стояла к нему очень близко Со стороны казалось Что они поцелуются в любую секунду Я воспользовался возможностью И сфотографировал их Позже, оказавшись наедине с Лили Какая сука Какая сука Причем так бесхитростно Так глупо и открыто Смотри, он тебя изменяет Устречаешься со мной Я люблю А он плохой, а хороший Фу, омерзительный, противный Я показал ей эти фото И она была в таком шоке Что просто не могла поверить своим глазам Я убедил ее расстаться с Патриком И она сразу же сделала это Позвонив ему по телефону Я сидел и слушал Как он просил объяснить причину А она рассказывала ему Почему уходит Он был в ярости Он звонил мне раз десять Но я так и не взял трубку Когда мы наконец поговорили Его даже совесть не мучила Напосорились И он сказал, что злится на меня Ведь я сделал все это за его спиной Мне настолько нравилось с Лили Что я даже не подумал о своих поступках Конечно, мы с Патриком перестали дружить Да и что с тобой дружить-то Проводить больше времени с Лили Не можешь Надеюсь, что ты заведешь себе друга И он тоже что-нибудь подстроит Чтобы Лили тебя бросила И будет ебать твой Лили Начать встречаться с ней Пусть это будет какой-нибудь Семидесятилетний Жирный мужик Он будет свои волосатые Жирные яйца Лили на лицо класть Чтобы тебе было обидно Как было обидно твоему другу Но произошло кое-что другое Однажды Лили позвонила мне И сказала, что Патрик изменился И что они снова вместе Я был очень зол Но Лили сказала мне еще кое-что Она больше не могла со мной дружить Потому что Патрик был против Вот так Хотел всех наебать А в итоге остался неудел Поверить своим ушам Сначала я хотел вернуть ее Но потом решил, что мне пора двигаться Дальше Я хорошенько обдумал все, что сделал И понял, каким ужасным человеком стал Вместо того, чтобы заняться чем-то полезным Я всю свою энергию тратил на свидание с Лили Не-не-не-не-не Давай начнем с самого начала Ты всю свою энергию потратил на то Чтобы поссориться со своим другом Заставить его девушку бросить его Увести эту девушку Рассориться со своим другом И только потом заниматься свиданиями с этой девушкой Я сконцентрировался на учебе Хобби, спорте И даже на встречах Блядь, лучше бы ты на вопросах морали Я сосредоточился Может, ты в хлеву где-то рос И тебя не воспитывали? Я стал увереннее И нашел много новых друзей Я познакомился с Кейт Она была классной И кажется, она мне понравилась Я думал, что тоже не безразличен ей Ведь она часто писала первой И звонила, что... Надеюсь, эту Кейт уведет его предыдущий друг Куда-нибудь Так что я наконец спросил Хочет ли она встречаться со мной И она согласилась? Я был счастлив Я думал, что на этом моя история закончилась Но все снова стало плохо Первые пару месяцев я был счастлив А потом мне написала Лили Она рассталась с Патриком Потому что на самом деле он не изменился Да Лили тоже дура, если честно Мало в этой истории хороших людей Было точно так же, как и раньше Она мирилась с этим последние полгода Давала ему шанс за шансом Но... Зачем давать таким людям шанс? Он не хочет отношений Он такой А, да, да, да Видно себя, как будто у меня нет отношений Ну я потерплю и дам тебе шанс Зачем? Он тебе как будто бы прямым текстом говорит Не поебать Можем встречаться А можем не встречаться? Мне похуй Мы начали снова общаться Но я был довольно холоден Ведь у меня была Кейт А мы с Лили были просто друзьями Вот если он Кейт бросит ради Лили То это вообще мразобный человек Который никаких уроков в своей жизни не делает Или я так думал? Однажды она предложила встретиться И я согласился Даже не думая, что это может что-то значить Он такая мразь Он поступает себя сейчас так же Как поступил его друг Из-за чего он заставил эту девушку Лили Бросить его Или вместе вечер И если честно Он получился довольно романтическим Он что б тебя клещ там не кусил? Боже, я обо всем рассказал Кейт Если честно, я сомневался, что ей это понравится И действительно Ей не понравилось Конечно, она ничего не сказала Я пытался убедить ее Что Лили для меня просто друг И что она мне не нравится Я был в нее улыблен Теперь она мне просто друг На самом деле в это верил Но, как вы уже, наверное, догадались У меня снова появились чувства к Лили Правда, также я испытывал симпатию и Кейт Я очень запутался И мне было плохо И я не знал, что делать Начни со своим другом встречаться Было бы перестать видеться с Лили И сконцентрироваться на отношениях с Кейти Ведь у нас с ней все было хорошо Но, конечно, я этого не сделал Я продолжал видеться с Лили Однажды мы с Лили пошли на... Кулили сифилис Да, не с Кейт, а с Лили Это там Лили нахлопочивает, пока он на улице гуляет Велось проводить с ней время И это был отличный вечер Пока не пришел Патрик Он увидел Лили со мной и очень разозлился Он спросил, почему я провожу время с его бывшей Если у меня вообще-то есть девушка Он говорил так громко, что все обернулись на нас Было неловко, особенно Лили Я пытался объяснить, что мы просто друзья Но он продолжал закипать Все это кончилось катастрофой Мы стояли близко к бассейну И Патрик слегка толкнул меня Но этого было достаточно, чтобы я потерял мгновесие и начал Ты давно упал в глазах общественности Ты давно упал во всех возможных рамках Так что бассейн не самое страшное, что с тобой могло случиться Падение, я схватил его и... Мы оба упали в воду Все смеялись над нами Когда мы выбрались, я понял, что Лили ушла Ведь ей было ужасно стыдно Мы с Патриком тоже отправились по домам Не сказав друг другу ни слова Я не верю, что этой историей будет хороший конец Как бы... Я не хочу, чтобы вот у этой истории был хороший конец Тут нет хороших персонажей Все должно быть плохо Зеленые, злые и мокрые Когда мы встретились с Кейт, она была очень расстроена Простите, что так много негатива Наверное, не очень приятно все это слушать Но как тут вообще можно сказать что-то другое? Но она не хотела меня слушать Я не мог ничего сделать И мне пришлось смотреть, как она уходит вся в слезах Я не знал, как быть дальше Кейт была... Как? От сифилиса лечиться? Я потерял ее Потому что просто не мог принять решение Я думал продолжать встречаться с Лили Но это было неправильно Так что я написал ей, что нам надо перестать видеться Я ничем не интересовался и никуда не ходил Кроме школы Мои оценки стали ухудшаться И я все время грустил Не только потому, что потерял Кейт Но и потому, что был таким ужасным человеком И сделал то же самое, что... Ты уже говорил это, ты уже говорил, что ты был ужасным человеком Но, видимо, это никак не повлияло на тебя Патрик В тот период мы с Патриком снова начали общаться И вспоминали эту историю уже со смехом Да Помнишь, я тебя подставил и испорзил тебе отношения? Когда-нибудь я убью тебя Начали дружить Ты даже дружбу не заслуживаешь Я думал, что мы никогда больше даже не поздороваемся Но знаете, люди умеют прощать Мы пообещали друг другу Никогда больше так не делать Да, конечно Если кто-то из нас начнет себе так вести Второй должен сразу его остановить А еще мы решили стараться быть лучше А еще мы вообще теперь, братаны Мы на крови поклялись Мы еще сбухали Типа мы вообще братья Вообще не... Бросби, фу хуас Братаны, потом челки Вообще вот такие, блин, классные Ну пока вот он девушку не заведет Если заведет, я, бля, буду, я ее выебу А вы верите, что люди могут измениться? Я верю, что ты кусок говна Который не заслуживают Ни друзей, ни девушки И ничего хорошего в жизни Следующий ролик называется Моя семья установила камеры наблюдения Вокруг дома Нет, какая-то хуйня Следующий ролик называется Мой брат тянул из нас деньги И я заставил его заплатить за это Я уверена, многие из вас осудят меня за мой поступок Несколько месяцев назад я заявила в полицию на суд Ммм, ясно Сучилась Женого брата Скоро он предстанет перед судом И нет, я не жалею о том, что сделала Но родню не выбирают И эта поговорка не о том, что типа Ой, родню не выбирают, ее нужно терпеть Нет, родню не выбирают Ваша родня может быть плохой И тогда ее не нужно терпеть И другие истории Выбирают друзей И выбирайте хороших друзей Не такие, как из предыдущей истории Семейной трагедии Два года назад мой отец погиб в аварии Оставив свою жену, мою маму Скорее всего он просто сбежал Я как бы ни на что не намекаю Скорее всего он просто сбежал И инсценировал свою смерть И моим старшим братом Сэмом Сэм на три года старше меня И с того дня он был единственным мужчиной в нашей семье Мы не были богаты даже до аварии А теперь... На что ты намекаешь? Типа, мы не были богаты до аварии Но и когда один лишний род исчез Мы все равно не стали богатыми Хотя батя жрал очень много И мы думали, что это прям будет гора с плеч Подрязли в долгах Так что маме пришлось найти достойную работу Чтобы расти детей и содержать дом Ее работа занимала почти все время И даже несмотря на то, что я понимала Мама делает... Ее работа это... Играть в корейские MMORPG Судя по тому, как она поте... Мам, я считала, что она не уделяет нам внимания Может, отчасти... Мама, ты такая сука Ты так много работаешь, чтобы нас прикормить Это и ее вина в том, что произошло с Сэмом А может, ты не будешь делать поспешных выводов все-таки Приблизкие После смерти отца он даже больше отдалился от нас, своей семьи Он почти не разговаривал ни со мной, ни с мамой Но в то же время приобрел кучу подозрительных тусей Казалось, что Сэму наплевать на нас Вместо поддержки в тяжелое время мой брат, похоже... Еще до своего совершеннолетия он часто где-то ночевал Иногда пропадал на несколько дней Но самое худшее... Ну вот что, его нужно в детский дом А детский корпус в армию Начал требовать нас деньги Знаете, когда я потеряла отца и поняла, как сложно будет маме Я надеялась, что Сэм пойдет работать и начнет помогать семье И считаю это справедливо Ведь я тоже собиралась найти работу, как только подрасту Как только мне можно будет работать... Сколько там свечей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать Ну ладно Ну ты можешь раздавать листовки Ты можешь в Яндекс.Еду выстроиться, не знаю, есть ли в их мире аналог К возрасту А Сэм вместо того, чтобы помочь, только тянул деньги из мамы на карманные расходы И никогда не спрашивал, хватает ли ей на семейные нужды А еще он держал в тайне то, куда их тратил Сдается мне, мамка-то, мама, ну не особо боевая Раз я их отдавала им все Соседи подавали, что Сэм попал в плохую компанию Он ее основал В нашей семье ничего не менялось Маму все так же не заботило поведение Сэма, ведь она была озабочена собственными... Ну пацан молодец, вот ремонт дома делает, стены красит Мама только о деньгах думает, он там старается Вообще нарисовал ей там целую картину, блин Вол и Сэма иногда нам звонили и говорили, что он опять прогуливает А не-не, нормально, мы его посылкой, блять, куда-нибудь отправим Потому что жить с ним невозможно Так же пусть не ходит, он бы у вас только там место занимал, парту лишнюю Протирал бы жопой стулья Не, мы его отправим в тюрьму Он сам как бы поедет туда Вместо лагеря на летних каникул Закончил старшую школу Выследить его стало еще сложнее Я начала работать официанткой, как и планировала И потеряла всякую связь с братом Теперь мы почти не виделись и не разговаривали даже дома Я постоянно работала, было сложно Да и зарабатывала я не так уж много Думаете, я часто говорю о деньгах? На самом деле это не случайно Ведь деньги начинают играть значительную роль в моей истории Спустя какое-то время я заметила, что у Сэма появляются дорогие вещи Золотые цепи, наушники, бицеты, штаны, трубы Он начинает читать рэп со стволом, ходит Пример, однажды мы были дома и я увидела его как айфон На век он был не новый, но все-таки это была одна из последних моделей Украл Как он его купил? Украл, как бы отработал попочкой Долго копить Он деньги-то зачем берет? Чтобы на лекарства, на смазку, там все вот это вот готовится А по себе такое На выход, Сэм обычно носил новенькую байкерскую кожанку Которая, как я думаю, стоила несколько сотен долларов Я не понимала, откуда у Сэма все эти дорогие вещи Я же говорю, наушнички, вот это вот все У нас не было денег У его папика был Папа ваш пропал, он себе нового папика завел Ни одного Я очень сомневаюсь Мой брат проститутка, как вам название для истории в этой жизни? Что он нашел работу? Я заставила его заплатить по счетам Иногда я спрашивала прямо, откуда это все И тогда он срывался и грубил По правде говоря, я не могла перестать об этом думать Наверное, я даже завидовала брату Мы с мамой столько работали Но все равно не могли себе позволить почти ничего Но знаете, вы бы могли зарегистрироваться у моих хороших друзей в Анекс У них высокая надежность и широкая линия И при регистрации по вот этому промокоду В первый раз вы можете получить до 6,5 тысяч бонусных рублей И вся дополнительная информация в закрепе Где Сэм брал деньги? Чтобы это выяснить, я решила подслушать его разговор А надо было просто воровать у него Просто воруй и все Он-то 100% ворует, посмотри на него Так и ты воруй, я бы не заметил Ты думаешь, он ворует пересчитывать? Нет, своровал, потратил Суровал, потратил Фина между нашими комнатами довольно тонкая Но у меня появилось... Выбродил мне дырку, знаете И типа, теперь Сэм дает мне немножко денег Как улучшить акустику? Когда никого не было дома, я просверлила маленькое отверстие в стене Его сложно было заметить, если не искать специально Охренеть! Я также пыталась не шуметь у себя, чтобы Сэм не заметил ничего подозрительного А еще разговариваю с мышами, я ебанутая Эх, если бы я только знала, какая правда мне откроется Брат легкомысленно обсуждал дела по телефону со своими криминальными партнерами Они воровали Неудивительно Благодаря их разговорам у меня сложилась полная картина происходящего Сначала Сэм и его друзья воровали кошельки, были карманниками Но сейчас люди не носят много наличности с собой Так что это стало неприбыльно Потом они крали телефоны Но сейчас все телефоны привязаны к каким-то облачным сервисам Так что это рискованно Нет! Эти ребята знали, что риск оправдан Только если прибыль будет реально большая Я слышала, что Сэм и его друзья откуда-то узнали Что охранная система в одном доме Это что, это аниме какое-то? Это комедия? Что? Малыш Обсуждал все детали их будущего А три друга Сэма? У них ума-то на одного человека с натяжкой? Я думаю, он просто не ожидал, что я или мама подслушаем его Но я все слышала и не могла это проигнорировать Я долго думала, что я могу сделать И наконец решила поговорить с Сэмом Короче, она сдала, она узнала, где он хранит деньги Сдала его и его дружков И забрала все деньги Крыса, какая же ты крыса Ну ты молодец, молодец Его передумать Но Сэм просто обезумел Он прижал меня к стене и злобно прошипел Чтобы я не совала свой длинный Братик, не надо Нос в его дела Иначе я пожалею В тот момент я очень испугалась Но позже его реакция только укрепилась Да все, он конченый Сливайте его из семьи Ну очевидно, человек не справится Если он в таком возрасте уже все В моем сердце В ту ночь, когда Сэм и его друзья собирались совершить ограбление Я позвонила в полицию и все рассказала Ребят арестовали на месте Я даже не пыталась сохранить анонимность Так что мы пошли туда с мамой и все И я тыкала ему в лицо и хохотала Вот ты мне нагрубил, а теперь 10 лет сидеть будешь Ааа, мне тоже было неприятно Мама плакала, когда на ее глазах Сэма сажали в полицейскую Что ты не плачь, мам, вообще? Он такой вообще грубый, блин, был Зато теперь не грубит никому В тюрьме его научат правильно воспитанное общаться Что ты, мам, не плачь? Подумаешь, мужики, нахуй они нам нужны в семье С руками за спиной А я радовалась Сэм получил то, что заслужил Что, анальное изнасилование? Он угрожал, что я пожалею о том, что сделала Скоро сам предстанет перед судом И я думаю... А его вот возьмут и оправдают Условку дадут Он вернется в семью и устроит этой девочке веселую жизнь Справится за решетку Но я считаю, что наказание пойдет ему только на пользу Пожалуйста, скажите, что бы... А я вот слышал поговорку, что тюрьма это школа для преступников На этом все, с вами был Юльк Если вам нравится эта жизнь Если вам нравится реакция на эту жизнь Обязательно подписывайтесь на канал Смотрите плейлист Там очень много и мультиков Нарисованных для этого канала специально И реактов Вот, ставьте лайки Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски Всем пока